Цветок алоэ, как выглядят, виды и уход. Алоэ – лечебный цветок, обладающий антибактериальным и заживляющим эффектом. Выглядит в виде кустарника с мясистыми листовыми пластинами, которые образуются из корневой системы, напоминающей розетку. Высоту достигает 0,5-5 метров. Ответвление имеет зубчатую краем и пупырчатую структуру. При надломе листа выделяется питательный сок, в котором заключается вся ценность растения. Общее описание растений рода алоэ. В представленном роде присутствует более 400 похожих видов. Родиной принято считать Африку. Многолетний цветок обладает лечебными свойствами. Неприхотлив почве, так как может продолжить существовать даже на вулканическом пепле. Для лечебных целей выращивают в специальных заповедниках. Кустовидный цветок относится к семейству ксанторревых и имеет множество ответвлений. Ланцетные листья достигают длины 50 сантиметров. В природе имеется множество оттенков, от светло-зеленого до красноватого. Как выглядит алоэ к сведению? Цветок зарекомендовал себя домашним доктором, так как его сок помогает в рейм многих недугах. Разновидность алоэ. Большая разновидность цветка позволяет использовать его не только в медицинских, но и декоративных целях. Высота некоторых представителей достигает 15 метров. Характеристики и особенности ухода зависят от родины цветка и не влияют на уникальность сорта. Это по праву популярное комнатное растение. Лечебные свойства алоэ стали востребованы еще в древности. Египетские жрецы применяли сок в качестве омолаживающего средства. Это подтверждает букет витаминов, присутствующих в нем, бета-каротин, витамины группы АИ, аминокислоты, полисахариды, магний, железо, марганец. Это неполный список полезных веществ, благотворно влияющих на организм человека. Домашний цветок также может принести много пользы благодаря функции обогащения воздуха фитонцидами. Кожа лица после нанесения маски из алоэ важна. Не нужно заниматься самолечением. Перед использованием обязательно следует проконсультироваться с врачом. Декоративные виды растения в народе получило много названий – настоящий алоэ, столетник алоэ вера. Известно 15 сортов используемых в медицинских целях. Распространенные виды алоэ – пестрое. Известно под другими названиями – пятнистая, полосатая или тигровая. Данный суккулент используется в декорировании ландшафтов. Он достигает 30 сантиметров. Стебель укороченной, листья имеют треугольный вид. Двухцветный окрас повлиял на название цветка. В весенний период можно наблюдать яркие цветы, выпускающиеся из листьев оранжевого цвета, приземистые. Место происхождения – Африка. Это многолетние растения, которые имеют окантовку в виде шипов и несколько оттенков – серо-зеленый, зелено-голубой. Особенностью считаются красные цветы, которые покрывают все растение, колпачка видная. Данный подверь достигает 2 метра высоты и имеет защиту на листьях в виде колючек и зубчиков. Его алые цветы насыщены приятным ароматом. Обратите внимание, алоэ неприхотлива в выращивании и уходе. Соблюдая простые правила, можно вовремя предотвратить развитие болезни и гибель цветка. Внешний вид алоэ – небольшая высота кустика в период вегетации сигнализирует о проблемах и болезнях. Лекарственные виды более охотно начинающими растения и водами выращиваются лекарственные виды. Равнозаживляющие и бактерицидные качества помогают бороться с простудными и вирусными заболеваниями. Лечебные свойства алоэ – вывод из организма токсинов и шлаков, повышение тонуса, восстановление микрофлоры кишечника, усиление роста и предотвращение выпадения волос, улучшение кровообращения, снятие различных болей и использование для лечения женских болезней. Лечебный цветок алоэ вера к лекарственным сортам алоэ относится. Алоэ вера. Всем известный цветок. Второе название – барбадосское алоэ. Алоэ выращивается с древних времен. Короткий стебель имеет светло-зеленый окрас. На его макушке собираются листья диаметром 60 сантиметров. Нежную структуру защищает жипы. Алоэ вера нечасто встретишь на подоконниках из-за его неряшливого вида. Распространено в медицине и косметологии. Восстанавливает кожные покровы. Обладает омолаживающим действием алоэ древовидное. Не менее популярна в России. По праву заняло свое почетное место на многих подоконниках квартир и офисов. В народе его прозвали «столетник» из-за особенности цвести один раз в сотый год лет. Древовидное алоэ – цветок домашний. Он достигает 5 метров высоту в зикой природе и только 60 сантиметров в восточной долготомашних условиях. Приморастущий дерево оголяет свою нижнюю часть годами. Образовавшиеся рубцы у основания розетки используются для размножения вегетативным образом. Восковой налет цветка влияет на сизый цвет ланцет на линейных листьев. Особое покрытие снижает испарение. Защитные шипы расположены по краям листьев. Цветки в виде колокольчиков достигают 40 сантиметров в восточной долготеаметре. В комнатных условиях растение практически не цветет. Рекомендуемый режим покоя наступает при температуре 14 градусов снижая алоэ мыльная. Многолетний вид, который обладает побегами на коротком стебле. Края темно-зеленых листьев защищают коричневые шипы. Красно-желтые листья наблюдаются один раз в год. К сведению, растения широко применяют в косметической и парфюмерной продукции. Микс приготовленный из сока и мякоти алоэ применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и остром панкреатите. Какие виды наиболее распространены для содержания дома? Алоэ – цветок, который неприхотлив. В домашних условиях можно вырасти 200 сортов. Наиболее распространенный из представителей данного вида – это остистая алоэ арестата. Необычная форма полусферы образуется благодаря росту листьев. Они имеют крапинку белого цвета и оранжевые цветы. Другие не менее интересные виды описаны ниже. У страшащий, многочисленные шипы, обрамляющие листья, далее название цветку. В домашних условиях вырастает до 3 метров. Зеленые и бледно-красные листья расположены на высоком стебле. Сорт обладает фармацевтическими свойствами. Морлота. Данный вид алоэ способен образовывать 4-метровые заросли, но только в естественной среде. В комнатных условиях его размер в 2 раза меньше. Листья толстые, мясистые, серебристо-голубого цвета. По краям красно-коричневые зубцы. Весь куст собран в розетку. В цветоносе можно наблюдать желтые и оранжевые цветы. Хвартивовидная. Кустарник имеет продолговатую форму с бледно-зелеными листьями. Характерные зубцы покрывают края. Во время цветения можно наблюдать красные бутоны, которые распускаются только при должном уходе. Высоту цветок достигает 30 сантиметров. О том, как ухаживать за алоэ, можно узнать, прочитав некоторые рекомендации. Как ухаживать за суккулентами из рода алоэ в домашних условиях. Уход за всеми видами цветка происходит практически одинаково. Важно соблюдать своевременный полив, внесение подкормок и других факторов, влияющих на положительное развитие растения. Освещенность и температурный режим для алоэ, как и для других сеплолюбивых растений, очень важно находиться под хорошим освещением. Суккуленты рекомендуется располагать на подоконнике на солнечной стороне. При недостатке света листья искривляются. Наличие ламп не обязательно подойдет, естественный свет. Комнатной температуры вполне достаточно для интенсивного роста цветка. Выдерживает от 12 градусов до 30 градусов. В летний сезон горшки выставляют на балкон или веранду. Сезон диктует время и объем полива. Правильное освещение правила полива и влажность. В летнее время полив происходит часто и обильно. Зимой необходимо дождаться, пока субстрат полностью высохнет. Вода должна быть комнатной температуры. В летний сезон частота полива составляет 1-2 раза в неделю, зимой – 1 раз в 3-4 недели. Все алоэ боятся переливов. Скопление воды приводит к гниению корневой системы и розетки. Обратите внимание, в избежание проблем с неправильным поливом рекомендуется лить не сверху, а питать влагой, опустив горшечек в чашу с водой на 10 минут. Следует обратить особое внимание на опрыскивание алоэ и на то, как ухаживать за ним. Это также может спровоцировать повышенную влагу между листами. Распылитель нужно располагать в 30 сантиметров от кустика. Подкормка и качество почвы Подкормку проводят в период размножения и цветения – в апреле и сентябре. Для этого используют комплексные удобрения. Для интенсивного роста алоэ необходимы – хорошая почва, качественная подкормка. Готовый субстрат можно приобрести в специализированном магазине. Его состав полностью соответствует необходимым требованиям. Также можно приготовить его самостоятельно с 2 частей дерновой земли, 1 части листового перегноя и песка, древесного угля, торфа, керамзита. Важно! Посадку в грунт проводят весной и осенью. Размер емкости для цветка Для благотворного развития цветка лучше использовать объемные вазоны. Пересадку проводят раз в 2 года, увеличивая размер горшка на 1-2 сантиметра. Цветение – период покоя. В дикой природе суккуленты цветут регулярно, 2 раза в год. Первое цветение происходит весной, второе – осенью. Они выбрасывают соцветия колоссовидной формы, которая распускается в разные стороны от стрелки. Один суккулент имеет одну стелу. Палитра соцветий колеблется от оранжевых до розовых тонов. Цветок в домашних условиях очень редко цветет. В естественной среде обитания суккуленты развиваются лучше, а цветение происходит краше. В квартирных условиях не всегда удается полюбоваться этим процессом. К сведению. В домашних условиях цветет 1 раз в 20 лет. И это если будет соблюден правильный уход. Для активного роста куста требуется период покоя. Проводят его с конца лета следующим образом. Уменьшают полив и снижают температуру воздуха до 10 градусов. Воздух должен оставаться сухим на протяжении всего зимнего периода. Проблемы выращивания, болезни и вредители. Алоэ – неприхотливые и многолетние растения. Трудностей выращивания возникнуть не должно. Проблемы, влияющие на рост цветка и сбыток влаги. Способствуют бледности покровов и увяданию. Стебли становятся вытянутой формы, недостаток увлажнения. Листья сморщиваются и краснеют отравления химикатами. Пожелтевшие листья символизируют охлорированной воде попадание табачного дыма, малом содержании калия в очи, тяжелая глинистая земля. Такой субстрат плохо проводит воздух. В ответ на реакцию наблюдается желтый цвет растения, сухая гниль. Загнивание корневой системы происходит незаметно. Вызвано обильным или холодным поливом. Стебель перестает развиваться и цветок сохнет. Для спасения алоэ высаживают, удаляют пораженные участки и посыпают серой, злой и угольным порошком. Далее пересаживают в новую землю. Это коварное заболевание и самое распространенное. В избежание рекомендуется постоянные профилактические обработки фунгицидом. Важно, если корень цветка сгнил, то можно укоренить один из его побегов. Помимо болезней, алоэ может страдать от нападок вредителей, которые наносят плачевный урон. Мучнистый червь. Самый опасный вредитель. Удаляется механическим способом при помощи кисточки или пинцета. Далее зараженная зона обрабатывается настойкой чеснока или инсектицидами. Щитовка. Данные насекомые имеют щитообразный панцирь. Устойчивый вид. Плохо поддается механическому удалению. В борьбе применяют химические препараты. Паутинный клещ. Блокирует дыхательные процессы растения. Наносит большой вред. Удалить его можно влажной марлей или мыльной водой. Также используют настойку чеснока и акрициды. Трипсы. Назойливый вредитель, который обладает способностью вырабатывать иммунитетно-химические вещества. Используемые в борьбе с ним. Профилактика в виде опрыскивания инсектицидами, а также питания почвой минеральными веществами – лучшее средство в борьбе с паразитом. После уничтожения взрослые особи процедуру повторяют через пару недель. Это избавит цветок от оставшихся личинок. Микроскопические черви. Поражают корневую систему. Блокируют нервные окончания и препятствуют дальнейшему развитию. Пораженные участки рекомендуется удалять полностью. Цветок, поврежденный вредителями, не стоит беспокоить суккулент, перемещая его с места не место. Это приносит ему дискомфорт. Достаточное количество солнечного света и воздуха – то, в чем он нуждается. Учитывая все советы и рекомендации, можно сохранить здоровье и красоту цветка на долгие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова